всем привет друзья вы находитесь на канале joyfox play меня зовут женька сегодня мы с тобой посмотрим дополнение к игрушке под названием идол цивилизейшн мы ее уже прошли на канале в принципе у нас открылось обновление планета киндур я предлагаю его посмотреть не знаю большое или нет собственно говоря ну так же как с основное прохождение думаю что я буду перематывать вот эти вот моменты так меню планеты ну да начать заново шо ну вот собственно здесь все то же самое но открыты какие-то новые вот эти вот приколы так что давайте смотреть киндур а тем временем на другой планете также возникли орудия труда и сложное общество людей правда на их планете почти не совсем нет металлов как пойдет их история смогут ли они полететь к звездам ну ладно хорошо давай будем узнавать смогут ли они полететь к звездам в принципе здесь все тоже самое нам нужно будет копить прибавочного продукта, чтобы открывать вот эти вот улучшения. Я, наверное, буду быстро перематывать вот эти вот моменты, когда я буду его копить. Вот, собственно говоря. Будем просто читать вот эти вот приколы. Вот, у нас, например, накопилось уже на охоту. Наблюдая за Юром, мы учимся у него. Оленек? Олененок, может быть? Оленек. Сам себя не поймает. На киндере появился самый опасный хищник за всю его историю. Эффект нового отрасля охота. Хорошо, давайте открывать. Так, на охоту нам надо 4,68. Ну, в принципе, мы сейчас уже накопим на него и откроем. Пока что это все дело копится. Я хочу тебе напомнить, что если ты еще не подписан на канал, бла-бла-бла, ну ты знаешь, что делать, да? Красная кнопка подписаться будет внизу. Оптимизировать работу с камнем. Призматическая техника обработки камня. Новое слово в каменном производстве. Чем больше каменных орудий, тем чем они лучше, тем проще жить и трудиться. Эффект рост производительности во всех отраслях. Короче говоря, как-то так вот. И у нас открылся кремень. Ну, на кремень нам нужно 32 прибавочного продукта. Скорее всего, надо будет очень много на это все копить. Поэтому я предлагаю пока что, наверное, все это дело перемотать. Либо перемотать, либо вырезать. Не знаю, что буду с этим делать. Здесь, по сути, ничего интересного не происходит. Я просто коплю а прибавочный продукт, собственно говоря. Мы с тобой здесь собрались за сюжетом, а не смотреть на эти вот тыкалки. Давайте поднакопим немножко. Удачная охота. Добыли жертв кротча. Эффект закатили пир. Опять набухались, зараза. Опять набухались. Мы, блядь, как кого мы ловим, как сразу начинаем бухать. Ну, что мы за алкаши-то такие? Ну, первобытная стада. Ну, стадо, оно и есть стадо. Надо, кстати, стадо прокачивать. Для этого нужно 13 вот этого прибавочного продукта. Ну, сначала будем, короче, открывать вот этот вот кремень. Потом, если что, посмотрим вот насчет вот этого. Кстати, это тоже полезная тема. Вот это вот вкачиваем. Ладно, ждем. Так, ну мы с тобой накопили на кремень. Давайте его открывать. Посмотрим, что это такое. Кремень. Минеральное образование, состоящее из кристаллического и аморфного кремнезиома в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами железа и марганцев в разные цвета с плавными переходами между ними. Кремень хорошо подается обработке. Сколы его острые. Кроме того, его можно использовать для добычи огня. Эффект. Значительный рост производительности каменных производств. Хорошо. Пиление, шлифование, сохранять молодняк. Мы тоже, конечно, все откроем. Ну, сначала нам надо, наверное, все равно первобытное стадо вот прокачивать, чтобы они меньше бухали у нас. Зараз-то такие. А то они бухают и бухают. Родоплеменные отношения. Мы объединяемся в группу к признаку родства в рода. Рода объединяются в племена. Выделяются старейшины. Они действуют в интересах всего рода. Иначе их могут пожертвовать или съесть. Настоящая выборная демократия с правом отзыва. Хорошо. Хорошо. Давайте ее вот вкачаем, насколько сможем. 3%, 3% это, наверное, немного. Вообще, вот основная ветка этой игры, когда мы ее проходили, я помню, мы останавливались, и было 70-100% но до 100% не доходило. Я не помню, что было 100%. Кстати, да. Кстати, да. Опять же, напоминаю, если ты не смотрел прохождение основной ветки вот этой игры, ты можешь найти ее у меня, в принципе, на канале. Либо же в комментариях у меня будет закрепленный комментарий со ссылкой на этот плейлист, поэтому, если понравилось, заходи, смотри, собственно говоря. Сначала лучше построить основную ветку, а потом уже, наверное, обновление вот этого, смотреть, точнее, дополнение. Так, ну давайте открывать пиление и шлифование. 53 прибавочного продукта мы накопили. А пиление и шлифование, когда пиление и сверление было дополнено шлифовкой, древний полностью овладел всей технологией обработки камня. Отныне для него не было ничего невозможного. Он мог придавать изделию любую желательную форму и при этом на грани всего оставались гладкими и ровными. Точнее, оставались гладкими и ровными гранями. Я опять не так прочитал. Так, по эффектам рост производительности всех отослей за счет более совершенных орудий труда. Хорошо. Так, сохранять олодняк, в принципе, мы тоже можем открыть. Добыв олененка, мы иногда обнаруживаем его потомство беспризонным. Молодняк, вместо того, чтобы съесть сразу, можно сохранить в небольшом загоне. Подождать, пока они вырастут, скармливаем остатки пищи. Собственно говоря, логично, да? Чтобы у нас было какое-то потомство, блядь. А, и у нас открылись слезняки, гребеши. Чего, блядь? Какие слезняки, гребеши? Это о чем мы когда-то? Ладно, хорошо, мы же находимся с тобой на инопланетной, как бы, планете. Вполне возможно, такое может быть. Давайте немножко еще родовую общину вкачаем. Вот так вот, вот так вот. И снова копим. Снова копим своего прибавочного продукта. Так, ну мы с тобой накопили на палку-копалку. Посмотрим, что это такое палка-копалка. Из эпохи прямого присвоения продуктов природы мы переходим в новую эпоху. Эпоху преобразования природы. Открывается земледелие. Да? Открыто еще азурука и иос. Не хватает, да? Короче, что у нас открыто? Земледелие. Оно приносит 44 за секунду. То есть это даже выгоднее, чем это, наверное, да, получается. Ну да, это намного выгоднее. А давайте теперь копить. Мы почти уже накопили, поэтому пока... Пока я говорю, короче, прибавочный продукт-то копится. Это выгодно в этой игре много разговаривать. Давай посмотрим, что это такое. Так, слезняки. Удивительное создание. Вся их деятельность сводится к поеданию пищи и росту. Пределов роста у слезняков почти что нет. Праздником бывало растили слезняка весом 80 колен, около 20 тонн. Да? Если его перестать кормить, то постепенно осыпь начнет уменьшаться в размере. В пище слезняки нежные и питательные, в виде неприхотливые. В хозяйствах им скармливают органические отходы и излишки. Эффект мы делаем упор на разведение слезняков. Это дешевое сердито. Хорошо, а гребеши-то че? А морские жители фильтруют воду в поисках пищи, никуда не передвигаются и защищены раковиной. А домашний вид производит на свет почти каждый день жемчу, неоплодотворенное питательное яйцо в прекрасной тонкой скрупье абсолютно шарообразной формы. Гребеши достигают в размере трех ладоней, около 90 сантиметров. Че такие большие-то? Жемча по размеру похожа на наш глаз, около 13 сантиметров в диаметре. В условиях домашних хозяйств гребеши от старости не умирают. Священное животное многих племен. А по эффектам мы делаем упор на разведение гребешей и требуется больших трудовложений на жемча то стоит. Короче, это количество, это качество. Здесь быстрее и дешевле, здесь качественнее, ну, дороже, да? Давайте выбирать качественное дороже. Ну, не знаю, за качеством набраться, за количеством, собственно, а что смысл за ним браться-то как бы? Понимаешь, самое же важное это качество. Это также с ютубом ты можешь делать 10 некачественных роликов, то есть это будет опять же по количеству, да? Они будут все такие дебильные, такие стрёмные и интересные. А может делать один хороший, а просмотров на хороший соберет больше, чем просмотры вот эти 10 дебильных роликов. То же самое, работает. Давайте, короче, вкачаем еще родовую общину. Вот на сколько денег хватит? А, грядут перемены. Владельцы крупных хозяйств уже обжились рабами. От племенников военных стычках с другими племенами до заколебенных должников-соплеменников. Один из представителей таких семей стоит на вашем пороге и сообщает, что рабы подняли бунт. Так, подожди, подняли бунт. Вы охерели, что ли? Подняли бунт. Подавить восстание, поддержать восставших. Ну, мы будем подавлять восстание, типа, нихера себе. Мы тут стараемся для них, знаешь, гребеши им вкачиваем, они восстание свое устраивают. Так нехорошо. Это некрасиво с их стороны так делать вообще. Сейчас мы немножко накопим. Подавить восстание, отправиться с дружиной разогнать восставших. Рабы уже начали играть слишком важную роль в хозяйстве. Стоит также закрепить их положение законодательно. О, да. Пусть они работают, пусть они стараются. А это у нас по-прежнему пока что закрыто. Для этого нам нужна высокая концентрация продукта. Земледелие станет значительно дороже, но и урожаи богаче. Йос фактически сорняк растет везде и всегда. Мукой из Йоса можно разбавлять муку из Азурука, что почти не портит вкусовых качеств продукта. Стебель и листва употребляется в пищу с котом. Высокая концентрация труда. Ставка на Йос значительно удешевляет земледелие, но производительность его растет не сильно. Опять же, количество качеств. Это сорняк, это что-то прикольное. 161. Долго я тут буду копить вместе с вами? Давайте вкачаем еще по максимуму сколько сможем. Соседская семейная община. Производительность труда достигла точки, когда одна семья стала способна сама себя прокормить. Семья сосредоточилась на своем личном хозяйстве и возникает частная собственность. Родовая община превратилась в соседскую. Концентрация продукции в общине 0,5%. В минусе, да? Ладно, давайте вкачивать на все, что есть. Не зря же мы деньги копили. Вот, ну еще немножко накопим. Я это, наверное, опять же перемотаю для тебя, чтобы ты это не смотрел. Это не очень интересно вкачивать вот эти вот все дела. Так что ждем. Так, ну на Азуруку Яос мы уж почти с тобой накопили. Это я, в принципе, уже читал. Я выберу Азуруку, потому что здесь мы все-таки начали вкачивать качество, а не количество. А Яос это какой-то сорняк. Нахер он вообще нужен? Азурука это что-то полезное, прекрасное на вкус. Вареное, жареное. Тоже заебись, короче. Будем вкачивать ее, в общем говоря. Энерго-животноводство. Так, подожди, что для этого? Концентрация продукта новая. Так, а что для этого надо? А, для этого надо, наверное, вот это вот все вкачивать, да? То есть как бы как не хочешь. Концентрация 20,5%. Ладно, давайте еще тогда вкачаем немножко соседскую общину. Вот на сколько денег хватит? Денег у нас, в принципе, сейчас пока что... Ну как, не деньги, прибавочный продукт, деньги, их будут просто назвать деньгами, так удобнее. В принципе, у нас довольно-таки быстро они капают, у нас 7к в секунду идет. Конечно, можно еще здесь повкачивать, чтобы быстрее все дело шло. Скажем, вот так вот, вот здесь немножко вкачать. Так, 51, 43, давайте до 30 вкачаем. Здесь тоже, наверное, надо доски какие-нибудь вкачать. Просто мне кажется, из-за того, что вот здесь вот, так, кто-то украл у вас слезняка, оставил записку, отдам, как только смогут. Да насрать на этого слезняка, нам они неинтересны. Мы сейчас идем за качеством, они вот за и сами. Оставьте себе своих слезняков, сами их там жарите, что хотите с ними делайте. Так, ну мы уже достаточное количество прибавочного продукта-то с тобой накопили. Давайте еще вкачаем соседскую общину. Пленники. После последней битвы привели многих здоровых пленников, очень хорошие рабы. Вы сказали хорошо, что производительность труда уже позволяет им производить достаточно продукта, чтобы часть его я мог присвоить себе. Ваши люди, кажется, не поняли, но все равно ваш авторитет повысился. Люди ни хера не понимают, авторитет растет. Нормально, че, нормально. Нормально. Давайте еще поулучшаем. Кризис рабовладельческих хозяйств. Завоевательные войны нашей империи уже не так масштабны. Они приносят все меньше рабов. Цены на рабов растут, а в результате ведения рабовладельческих хозяйств становится нелентабельным. Многие фундисты отпускают своих рабов, выдавая им землю в аренду, что противоречит нашим божьим законам и вечной морали наших предков. Нужно как-то решить сложившийся кризис. А тут у меня какой-то выбор, да, идет? Так, Великая война или рабовладельческая реформа? Я уже могу это, в принципе, выбрать. Так, Великая война. Собрать все силы империи в самый великий поход в истории, награбленный свежий поток рабов, спасут нашу экономику. Подожди, а это чё? Революция? Ведь скоро, скорее всего, так просто подорвать власть рабовладельцев вам никто не даст. Разрешить отпуск. Да не буду я их отпускать. Чё мне игра так предлагает отпустить своих рабов? Не буду. Чё? Рабовладельческая реформа империи надломилась и рухнула в оглушительном грохотом. Потомки запомнят вас, как императора цепей, огруженные с одной стороны вспыхнувшей гражданской войной, а с другой полными ненавистью соседями. Вы с верными господами сражались в своих до блистательных керамических доспехах. Блять! Керамических доспехах до последнего вздоха, так и не сдавшись. Ну, я предлагаю, конечно, выбрать другую, потому что я хочу пройти здесь по максимуму. Так. Ааа, чё у нас тут? Всё, это скинулось как бы. Ну, если бы мы выбрали, наверное, отпустить рабов, была бы какая-нибудь вторая концовка. Поэтому ничего страшного не случилось. Пить, продолжаем накапливать это дело. Просто в следующий раз выберем, что отпустить рабов и пусть они идут себя куда хотят. Не хочу я с ними связываться. Если так уж сильно предлагает игра, отпустим их. Так, ну давайте снова прокачаем соседскую семейную общину. Где у нас этот выбор-то был? Так, это мы с тобой читали. А, и здесь выберем, короче, наверное, рабовладельческую реформу. Да, я хочу как бы немножко подольше поиграть в эту игру. Но одну концовку мы уже видели, в принципе. Гражданская война, в которой мы победили. На нашу сторону встали передовые хозяйства, использующие труд свободных крестьян, а также основная масса рабов. Историки назовут это феодальной революцией. Пусть называют как хотят, главное, что игра не закончилась. И то, как бы это было странно очень. Так, это у нас идет наша история, да? Здесь много всякой информации. Вот здесь вот написано, я не буду вам все читать. Просто если вы будете играть для себя, вы можете, в принципе, зайти в эту вкладку, все посчитать, что здесь происходит. Здесь очень много событий. Игрушка, на самом деле, прикольная. Она насыщенная, знаешь, на такие события. Ну, что в ней подкупает? Согласись, это красивый арт. Разработчики, кто делает игру, очень красиво рисуют. Вот эти вот картинки ничем-то цепляют, знаешь. А завоевывать военной демократии... Я не знаю, давайте сначала откроем, наверное, энерго-животноводство. Использовать животных для нужд хозяйства в качестве грузового или пассажирского транспорта для обработки земли, строительстве, при добыче камня на войне. Так естественно, что нельзя даже представить, что можно заменить великих триасов, быстрых олененков. А почему здесь пишут оленеков? И, блядь, это олененки, а не ленеки. Или кровожадных юр. Условия концентрации продукта 20%. Новая отрасль хозяйства Животнопром. А, керамика открылась и летающие животные? Это честно же, летающие животные. Так, керамика. Изделия из неорганических материалов, например, глины и их смеси, с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры, с последующим его охлаждением. На киндере в условиях отсутствия металлов широкое использование керамики и настоящий технический прорыв. Эффект каменное производство становится ремеслом, производительность которого сильно выше. Все остальные отрасли становятся дешевле и производительней. Ну хорошо, хорошо, ладно, давай. Почему вы нет, собственно говоря? 1,14, 1,55. Или 1000 животных хочу построить. Что это такое? Давай немножко тут позавоевываем. Вот так вот. У меня очень много денег. Сейчас я очень сильно завоюю. Вот так вот все. А, что мне здесь-то открылось? А, вот. Энергоживотнопром, да? Сколько мне? 275 дает. 275 дает. Так, а что выгоднее вкачивать? Его не так, по-моему, выгодно вкачивать на самом деле. То есть, я здесь трачу 72, мне дает 8. А здесь я трачу 171, мне 4 дает. Это выгоднее. Животноводство выгоднее. Да, засуха, да, да. Кажется, это может повлечь из собой горд. Хорошо, что не наш. Хорошо. Давайте продолжать тогда копить прибавочный продукт. Так, ну, в принципе, я немножко подождал. Прибавочного продукта я накопил аж 3 миллиона. А теперь давайте вкачивать летающих животных. Летающие животные. Кицаль, великий горд. Размах его крыльев украшает гербы многих народов. Нашим предкам удалось вывести особенно крупные породы. Пассажирские кицали в размахе должны быть не менее 120 ладоней. 35 метров, это такой размах, такого не бывает, не ври. Он может поднять небо и нести около, в течение целого дня до двух колен. 50 килограмм. Чего-то 500 килограмм, серьезно? Кицаль, всадники, высшая страта общества, основа всей силы империи. Самый крупный кицаль должен принадлежать императору, внука императора цепей. Был кицаль размахом в 400 ладоней, около 120 метров. Блять, ты представляешь, 120 метров, это сколько? Это как целый дом здоровый, блин, многоэтажный. Или больше. По-моему, даже больше, да ни хера себе. Эффект распроизводительности всех хозяйств и животноводства становится дороже. Так, ну давай его вкачаем. И давайте сразу эластомеры вкачаем, почему, собственно говоря, нет. Резиной или эластомером называют любой упругий материал, который может растягиваться до размеров во много раз, превышающих его начальную длину. Эластомерная нить. И что существенно возвращается к исходному размеру, когда нагрузка снята. Что такое пружина? Пружина это вот этот пил, хуйня, который может у тебя в нос отскочить, и тебе синяк появится. Эффект отрасли становится дешевле производительности. Ну ладно, отлично. Стекольное отдело 5.43. Меня не хватит, мне не хватит. Меня не хватит. Ну давай вот сюда вот все закинем, то что у меня есть. Это тоже надо очень сильно развивать, чтобы у нас открывались новые дела. Чтоб мы вот здесь вот тоже вперед проходили по годам. Короче, как-то так. Ладно, копим, продолжаем копить. 1.30. Так, друзья, ну мы почти накопили на стекольное дело, давайте его откроем. Стекло отлично дополняет керамику в производстве, хотя и усложняет производство. Не стоит недооценивать его крепость, особенно при правильной обработке. Кроме того, стеклянная скульптура одна из любимых искусств жителей Кендура. Условия развития логистики летающей животной, рост производительности всех отраслей и ремесло становится дороже. Хорошо, у нас есть выбор между керамическим плугом и стеклянным плугом, да? Так, ну ладно, ребят, давайте будем заканчивать на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставь палец вверх. Я с вами не прощаюсь, увидимся в следующих сериях. Всем пока.